Дебаты в нашей стране это не только политическая дискуссия, но и гуляние на стадионе, шутки и возможность проверить свое здоровье с помощью анализа. А если эти дебаты с участием Виталия Кричко, то ожидать можно вообще чего угодно. Дорогие телезрители, прямо сейчас начнутся дебаты кандидатов в мэры Киева. Ведущий дебатов старый седой еврей в очках, поэтому зрители думают, что ему можно доверять. И я приглашаю в студию первого участника сегодняшних дебатов. Встречайте, это Виталий Кричко. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Сейчас, секунду. Значит, если Виталик это Виталий, то получается Савик это Савий. Здравствуйте, Савий. Здравствуйте, Виталий. Да. Все-таки, наверное, надо начать с простого вопроса. Виталий, как добрались? С Божьей помощью. Не понял. Батюшка подбросил. Ага. А что ж, становитесь на свое место. Напомню, это Виталий Кричко, человек, который начал свою политическую карьеру с готовиться к земле и дорос до письки. Да, это я. Не надо этим хвастаться, Виталий. Да, это я. Да. Ну что ж, сегодняшний оппонент действующего мэра Киева... Вот вы сейчас Савий правильно заметили, действующего. Потому что, в отличие от других, я действую, а не как они, разглагольствует. Разглагольствует. Разглаг... 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 Сейчас. Разглаз... 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 Что ж такое? А пока Виталий вспоминает слово «разглагольствует», я все-таки приглашу второго участника. Итак, с минуты на минуту в этой студии появится представитель от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. И я так понял, что она уже здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, с вами все в порядке? Да, все хорошо? Вам не больно? Секундочку, да. Нормально все. Доброго дня, Савик. Вы не ошиблись? Вам не больно? Все в порядке? Звичайно. Звичайно, мне не больно, Савик, дивитесь на то, что происходит с Киевом за такого мера, как Кличко. Так, подождите. Видите, что началось? Она только пришла, и сразу то, о чем я говорил, начала разглаз-два... Да что ж такое? Разглаз-два... Раз... Разглаз... Сейчас. Разглаз... Так. Разделяй и властвуй. Раздевлявствует она сейчас. Наконец-то я выговорил. Пусть будет так. Да. Ирина. Я хотела насамперед вибачитися, що записнилася, трошки заблукала. Не дуже добре знаю столицу. Вам простительно, а вы же не местная. До речи, вчора була у метро, там стільки веток у вас... Не надо наговорювать сейчас. Нет у нас в метро никаких веток, у нас хорошо подметают. У нас ни веток, ни листьев, ничего нет. Виталий, Ирина не это имела в ведущих. А, да. Она тогда, наверное, на роворусском сказала, я не понял. Я просто не знаю этот язык. Да. Яка різниця, звідки я. Мене так гостинно зустрічали кияни. От, будь ласка, я не встигла вийти з метро. Будь ласка, дивіться, скільки мені всього надарували. Запрошують вивчати англійську мову. Пропонують встановити вікна та двері в квартирі. І тадам! Я ти, відсоткова цнижка на ремонт зуття. Така гостинність я не очікувала навіть. Действительно, пабам. Ну що ж, дорогі телезрители, прийшло время узнать, хто же прийшов підтримати наших учасників. Ірина. Ну, мене сьогодні прийшов підтримати мій партнер, мій колега з тракції «Слуга народу» Микола Тищенко. Это Николай Тищенко. Здравствуйте, Николай. Николай, ви же вроде бы должны быть на стороне Ірины. Ви нічого не перепутали? Извините, пожалуйста. А я напомню, что это Николай Тищенко, єдинственный чоловік в Україні, який слово «карантин» услышав, як «открывай ресторан». Что ж, Виталий, а кто же пришел поддержать вас? Так как я действующий мэр Киева, меня пришел поддержать Илья Киева. Илья Киева! Я прошу прощения. Я прошу прощения, Савик. Гримерша у вас, конечно, вот такая женщина. Илья, вообще-то у нас гример мужчина. Да? Тогда я прошу прощения. Илья, станьте на место. С вами все понятно. Что ж, предлагаю начать. Я надеюсь, наши участники тщательно подготовились к дебатам. Ирина? Так, так. А вы, Виталий? А я, Виталий, правильно, да. Вы, Сави, она, Ирина, это, Илья. Вот не помню, как Колю зовут только, и все. Я спрашиваю, вы готовы к дебатам? А, конечно, я никогда готовился как, вы шо? Я готовился как никогда, извини. Я когда узнал, что придется дебатировать с Ириной, я был немножко обеску... Да блин, как оно? Что? Ну, сухофрукт из абрикоса этот. Курага. Обескурагажен был, конечно, шоу. Ну, пусть будет так. Что ж, уважаемые кандидаты, поговорим о Киеве. Да. Ирина, надеюсь, вы не будете отрицать, что вас не раз ловили на незнание города, в мэри которого вы собираетесь баллотироваться. Вы не против, если я задам вам пару вопросов по Киеву? Прошу. Первый вопрос. Что вы собираетесь делать с Аболонью? Ну, я вам так скажу. Я сама не пью и вам не раджу. Я так понимаю, вопрос про шулявку вам даже не задавать. Чого? Шулявка так шулявка. Вилекуем вашу собачку. А можно вопрос, извините, пожалуйста? Да, пожалуйста, Николай. А почему мы здесь обсуждаем проблемы Киева, а не решаем вопросы по Донбассу? Ну, потому что у нас здесь дебаты кандидатов в мэры Киева. Это что, не трехсторонняя контактная группа или что? Нет. А я думаю, что я ничего понять не могу? Не, я и там тоже ничего понять не могу, поэтому подвоха не заметил. Вы извините, мне нужно бежать. Бегите, Бегите, Николай. Гениальный человек. Что ж, мы продолжаем. Гончаренко не заткнуть! Гончаренко не заткнуть! Зелецкий, ты шулер! В Киеве зелеными должны быть только каштаны. Я прошу прощения. Так вот же она. Кто? Ваша гримерша. Я прошу прощения. Илья, вообще-то это Алексей Гончаренко, которого я сюда не приглашал, но это никогда почему-то ему не мешает приходить. Есть Зеленского! Есть Зеленского! Есть Зеленского! Я прошу прощения, но я не собираюсь больше слушать этого клоуна. Иди сюда быстро. Так, Илья, не трогайте его. Да не трогал я его. Просто хотел с этим клоуном поговорить. Иди сюда. Сад, ты клоун! Гончаренко не заткнуть! Так, ты мне надоел. Иди сюда быстро, я тебе сказал. Гончаренко не заткнуть! Господи! Что происходит? Да ты можешь замолчать или нет? Гончаренко не заткнуть! И я объявляю финальную часть дебатов, в которой кандидаты смогут задать друг другу абсолютно любые вопросы. Ирина, давайте вы начнете. Так, Віталій, ну ось таке питание. Коли вже нарешті з'явится метро на Троєщину? Вы знаете, Ирина, я уже начинаю подумывать, а хорошая ли это идея? Аргументируйте, Віталій. Ну просто люди там так долго живут без метро. Ага. Может они уже одичали там, не знаю. Может мы уже друг друга не поймем. Ну что вы на меня смотрите? Представляете? Мы выкапываем метро, а на нас люди с копьями бегут. Ну куда это? Годи. Как всегда, исчерпываю еще ответ, Віталій. Ирина, есть еще вопрос? Так, звичайно, у меня много вопросов. Віталій, найнагальнейшая проблема столицы – это пробки. Люди витрачают до трех годин, чтобы дойти с одного берега Киева на другой. Что вы собираетесь с этим делать? Это ему есть решение этой проблемы, да. Я предлагаю полностью забетонировать Днепр. Неочековано зараз. А как вы себе это уявляете, Віталій? Вы взагалі в своем розуме? Как без речки? Куда люди будут приходить и брать свои речи? Натуральное село, я же вам говорю. Слушайте, до чего сейчас это, а? Потому что вы не киевлянка. Вы готовы пройти тест на киевлянку? Так, звичайно. Тогда отвечайте на мои вопросы быстро и не задумываясь. Вы путана? Нет. Вы воровка? Нет. Вы цыганка? Нет. Вы прошли тест, вы киевлянка. Киевлянка, киевляночка. Я прошу прощения, извини. Вот, Илья снова здесь. И я предлагаю перейти к прениям. Я прошу прощения. Откуда вы узнали про прения? Илья, прения – это обсуждение или спор? А, я понял, обсуждение. У меня просто на этой ноге верхняя мышца чуть больше, чем на другой. Поэтому трусы скатываются и начинается прения, понимаете? Почему мы должны это обсуждать, Илья? Не вопрос. Так, Ирина, продолжай. Так, наступное запитание, Віталій. Что с Гидропарком? Да. Знаете, может быть, сейчас мое обещание прозвучит немного сказочно, но я от своих слов не отказываюсь. Я отберу у Гидры парк. Все, объективно. Слушайте, Віталій. Вы знаете, мне кажется, у вашей команды не хватает досвеченных профессионалей. Вы вообще понимаете, что у вас происходит с кадровой политикой в КМДА? Не понял вопрос сейчас. Ну, давайте я переформулюю. Вам особисто, Віталій, люди, с которыми вы работаете, до вподоби? Что она спрашивает? Ну, она спрашивает у вас там в КМДА, работают одни до вподоби? Или есть и нормальные люди? Я ведь правильно понял, Савик? Нет, Илья, неправильно. Пожалуйста, не передергивайте. Да не передергивал я. Я просто руку в кармане держу. Какие ко мне претензии? Я не понимаю. Илья, к вам претензий нет. Ирина, продолжайте, прошу. Да, давайте еще одно запитание. Під час послабления карантину, Віталій, треба ж было торгівельно-розважальні центри відкривати якось поступово, а не так, как вы. Взяли и открыли нет балу. Чего? Спокойно. Спокойно. И что? Что и что? Он там что-то сказал или так и стоял с открытым нет балом? Я прошу прощения. Илья, вы слегка пережимаете. Да не пережимаю я. Говорю же, просто руку в кармане держу. Хватит мусировать эту тему. Я прошу. Перестаньте ваньку валять. Опа, откуда вы знаете, как я его называю? Я прошу прощения. Вы понимаете, где вы на... Савик, извините, но я так больше не могу. Я отмываюся дебатовать в таких условиях. Спасибо вам большое. До свидания. Ирина, подождите. Почему вы уходите, Ирина? Потому что Савик – это два идиота. Сейчас я не понял. Она почему Савика двумя идиотами назвала? Я не знаю, но я представляю, что она тогда про нас подумала. Ирина Андреевна, вам вообще-то надо было в другую сторону идти. Подождите. Я серьезно говорю. Не надо так делать было. Ну, а что ж, вот таким странным образом закончились наши дебаты. Напоминаю, я Савик Шустер, единственный журналист, который может говорить то, что думает, а думать то, что надо. До новых встреч. Да, дорогие друзья, выборы в нашей стране напоминают грабли. Кто-то на них все время наступает, кто-то и гребет бабло. Но вы знаете, каждый раз при выборе того или иного кандидата мы думаем, ну вот сейчас будет вообще охоть. Самое оно сейчас будет. А в итоге получается ни о чем. Дамы и господа, помогите бедным артистам пережить самоизоляцию. Пожалуйста, похлопайте нам. Мы этого ждем. Еще мелкий был, родаки говорили, учись, сынок, на отлично. Тогда будет хата, машина, жена, модель, бизнес и кайф в жизни личный. Я ж послушный пацан. И вот в школе медаль, потом красный диплом в универе. Ну, думаю, сейчас жизнь в гору пойдет. Уже предвкушаю карьеру. И вот у меня все, как мать предсказала. Хата, машина, жена, модель. Правда, хата съемная, ланос в кредите. И жена, модель, но XXL. На рынке стою гордо, на видном месте, как дома мой красный диплом. И на вопрос, как жизнь, отвечаю. Ну, как, как у всех, ни о чем. Ля-ля, ля-ля-ля. Житуха, ни о чем. Ля-ля, ля-ля-ля. Ни о чем. А вот сколько живу, столько мне обещают, что жизнь будет лучше. И как бы не вру, ведь те, кто все это мне обещают, сами все лучше и лучше живу. А я голосую за белых, оранжевых, розовых. Ну, из-за синих потом. Ну, не выборы, аппарат под радужным флагом. И снова пять лет ни о чем. Ля-ля, ля-ля-ля. Пять лет ни о чем. Ля-ля, ля-ля-ля. Уже тридцать лет ни о чем. И я такой думаю, надо брать в руки судьбу своей страны самому. Сфотался, взял на билборде зеленом, лозунги выбрал, ну, чтоб по уму. Мол, не обезьянок, памятник, пробачень, идти по веслою сажать мы начнем. И люди такие, о, круто, о чем это? Да, так говорю, просто так, ни о чем. Ой-ля, ля-ля-ля. Лозунг ни о чем. Ой-ля, ля-ля-ля. Ни о чем. И как понеслось все в турбо-режиме, ну, прям как в кино про форсаж. Ребята вокруг нажимают на кнопки, мозоли на пальцах ажи. И вот интересная закономерность. Чем чаще я с ними жму, тем жизнь налаживается быстрее. И все лучше и лучше живу. Хата несъемная, а на Печерске мэрс, другая жена. Не та xxl, а хорошая такая, корабельная, прямо сосна. Зарплата на карту, бонус в конверте. И бонус, скажу, он солидный причем. За то, что решил кое-какие вопросы. Спросите, какие? Да так, ни о чем. Ля-ля, ля-ля-ля. Вопрос ни о чем. Ля-ля, ля-ля-ля. Ни о чем. Повсюду хожу, теперь я с охраной. Человечек-то я непростой. И рынок, где раньше платил я за место, теперь уже полностью мой. Ну, в общем, родители могут гордиться, но чаще сейчас с каждым днем. Мне люди на улице нет-нет докрикнули. Нам кажется, ты ни о чем. И вот жил тот чувак богато, красиво, кому-то отказывал, о себе ни в чем. Потом неожиданно ласты склеил, и кто-то даже поплакал о нем. И люди сидят на поминках мучаясь. Надо же что-то сказать за столом. Ведь принято как бы что-то хорошее, но тут как бы ссори. Ни о чем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Наш квартал, да, вы знаете, карантинные, естественно, ограничения никто пока не снимал, вот, поэтому мы очень рады, что собрали почти полный зал людей, пусть даже некоторые в картонном виде, да, но я вам скажу, что сегодня у нас за безопасностью, за карантинными все эти ограничениями будет следить лично министр здравоохранения господин Степанов. Он, видите, вот он даже сейчас бдит, чтобы вы все были в масках, так что все будет хорошо, вы не переживайте, ребята, вы вот там, пожалуйста, давайте соблюдать карантин, я вас очень прошу, мало того, что вы без масок пришли, вы еще и целуетесь, в конце концов, да, нас сегодня много знаменитостей посетило, давно такого не было, вот, пожалуйста, Олег Валерьевич Лешко со своей спутницей. Дмитрий Гордон, Дмитрий Гордон, добрый вечер, здрасте, это его, не картонная его копия, вы же знаете все, что он может 40 минут не моргать, да, вот, кто у нас здесь еще? А, да, мы очень рады видеть наших переговорщиков от Украины в трехсторонной контактной группе Кравчук и Фокин. Да, нам сказали, что надо аккуратнее обращаться с этими картонками, потому что их еще обратно в Минск на переговоры вести. Что, я вам серьезно, что вы хлопаете, смеетесь? От картонного Фокина вреда гораздо меньше, картонка дурного не ляпнет. Дальше, значит, тут у нас еще, вот, еще одна знаменитая пара, Ренат Ахметов и Никола Тесла. Эти два человека доказали, что с электричеством можно экспериментировать по-разному. Один доказал, что устройства могут работать на переменном токе. Второй доказал, что ток может работать на него с переменными тарифами. Да. Ну, естественно, сейчас никого не удивишь комиком в политике. Сергей Дмитриевич Притула сегодня тут. Здрасте, Сережа. Да, Сережа идет на выборы в мэры Киева от партии «Голос». Хотя еще год назад партия «Голос» всех призывала «Голосуй не по приколу». Как видите, если прикол свой, то можно, видимо, и проголосовать, да? Я, кстати, вот на него очень много критики вылилось, когда он объявил то, что идет в мэры. Вот. Мол, типа, какой из него политик, что он может решить, какие проблемы. Я вам так скажу. И с Сережей политик может и получиться. Или может не получиться. Тут как с Зеленским, до сих пор интриар. Да. Вы знаете, я сейчас посмотрел на всех вот этих кандидатов, на всех присутствующих этих в картонном виде, и вот думаю, может нам Киев заново перекрестить? Может, у крещения есть срок годности? Бог просто не видит, что происходит, поэтому и появились такие кандидаты, как Притула, Панчевский, Кличко, Берещук и все остальные. Да, ну вообще, знаете, я благодарен, конечно, вот всем этим кандидатам, что они сегодня пришли, что они сегодня здесь. Знаете, благодарен за то, что в ваши лица можно завернуть рыбу, вашими обещаниями можно распалить костер, а вашими лозунгами убрать за собачкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Дажды вечер, вечер наступает вдруг, Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни своей устал, Может быть, заглянешь наш вечерний квартал. Здесь сияют витрины И горят фонари. Здесь сигналят машины От зари на зари Здесь красотки танцуют, Здесь всегда полный зал Здесь девчонки целуют, даже если устал Здесь всегда зажигает Наш вечерний квартал Наш вечерний квартал Мы продолжаем. Вы знаете, в Украине, как обычно, Все настолько политизировано, Что о политике говорят практически на всех телеканалах И даже на телеканале Discovery. Поэтому без лишних слов Внимание на экран. Ну и начнем с темы номер один, С местных выборов И сразу небольшое наблюдение Отношение к избирателям У наших политиков до выбора и после Это две разные вещи Представьте, группа молодежи Идет голосовать за один из пяти вопросов Президента о легализации марихуаны А мы продолжим За время своего отсутствия В Верховной Раде Олег Ляшко поддерживал форму На киевских дорогах Ну а продолжим У нас международные новости Представьте, Владимир Путин Позвонил Медведчуку и Бойко И пригласил их в Москву Да, несмотря на похолодание Многие дома в Киеве остаются без горячей воды Поэтому жители столицы Все чаще передают привет городским властям Куда-куда посылаешь? Смотрите Discovery, не забывайте улыбаться Мы продолжаем Вы знаете, недавно в продажу поступил новый айфон Который сразу же почему-то понравился Александру Лукашенко Ну, наверное, потому что там много камер А сейчас давайте представим Беларусь Вечер Резиденция Лукашенко Что такое? Что случилось? Это я, Коля, Коля А, Коля, это ты Я просто подушку тебе пришел поправить Что ты хотел, Коля? Пап, я хотел поговорить с тобой Да как со мной можно разговаривать? Я ж тиран, хапуга Ты насмотришь с этих телеграм-каналов на ночь, сам поверишь Ну, так что ты хотел, Коля? Я хотел поговорить серьезно, по-мужски По-мужски? Молодец Иди сюда, садись на коленку, поговорим по-мужски Ой, коленки еще после встречи с Путиным болят, извини Ну, так что ты хотел, Коля? Пап, не держись ты за эту власть Так я не держусь, Коля Я уже давно ее кому-то хотел бы отдать Ты шо? Ну, так сказать, повесить усы на гвоздь Да Мне надоело Надоело быть сыном такого президента Я согласен с тобой Сыном императора или царя Хочешь быть? Я сейчас устрою быстро Да не в этом дело Я хочу жить как дети других президентов Какие, например? Ну, как дочь Путина, например В смысле, с сиськами, что ли? Да не в этом дело Хочу жить как свои сверстники Хочу ходить на митинги Кричать Жыве, Беларусь! Тихо, сказал назад Ушли быстро, это свои Свои Ушли отсюда Ты шо делаешь, а? Ты зачем их провоцируешь, я тебя спрашиваю? А что они творят на улице, омоновцы твои? Не надо наковаривать на правоохранительные органы Они все правильно делают Как говорится, моя милиция меня бережет Вот твои протестующие заимеют себе свою милицию Она их будет беречь А это моя Пап, надоели насмешки Вот эти насмешки, посмотрите Небрачный сын пошел В небрачный сын пошел Коля, я тебе уже давно говорил Я тебе обещаю Я больше не буду так про тебя говорить Да ну садись, расскажи, что тебя еще беспокоит Пап, я уже взрослый Я девушку хочу О, вот оно что Ну так мы сейчас это быстро решим Есть очень много красивых, молодых, проверенных девчат Пап, я не хочу после тебя Ну Коленька Что Коленька, мне 17 лет, я Коленька Я просто тебя люблю, поэтому так называю Понятное дело, но в паспорте-то я тоже Коленька Ну Коленька, ну что ты Ну расскажи, может с кем общаешься? Не, не с кем даже пообщаться Прям так не с кем пообщаться Нет, ну в интернете я там общаюсь С кем? Ну есть девочка там одна Как зовут? Оля Коваленко Олька Коваленко Так это ж я, только под другим именем, Коля В интернете под другим именем тянет тебя ко мне моя кровинушка Папа, у меня совсем нет друзей, это ненормально Нет друзей, мы сейчас быстро это поправим Сколько тебе надо друзей? 5, 10, взвод, рота Мы сейчас решим А ну-ка, дайте нам 10 друзей, да понадежнее, давайте Все, тихо, все Пап, я хочу нормальных друзей Эти не нравятся? Нет, конечно Пошли вон наркоманы, проститутки, быстро отсюда Зря ты, Коля, так наговариваешь на отца Я же все для тебя делаю Хочешь Теслу? На тебе Теслу Катайся, радуйся Папа, БелАЗ с солнечной батареей на крыше Это не Тесла Боже, ну что ты такой прям Пап, я хочу посмотреть, как люди живут в Европе В Европе? А не вопрос, сейчас мы это устроим тебе быстро, вы двое, идите сюда Вот тут становитесь Целуйтесь, давайте А ты смотри, как люди в Европе живут Не надо, пацаны, я передумал, все, не надо Передумал, идите отсюда, давайте, вперед Передумал Пап, а давай убежим, а? Что? Давай убежим, тебе пластическую операцию сделаем Какую? Усы избреем, например Да ну ты шо, Коля, я даже не знал Не, ну реально, давай убежим, сделаем новые документы Тебе, мне, мамке А мамке-то зачем, ее и так никто не знает Даже я Говорят, что она была ОМОНовцем дальнего плавания Папа, ну отдай ты власть Тихановской Катай ко мне, ты мне сын или нет Что ты такое говоришь, Коля? Власть Тихановская Где это видно, чтобы у нас в Беларуси вместо батьки была тетка? Это шо тебе, Таиланд, где батька может стать теткой? Точно Таиланд, давай сбежим в Таиланд А ну, Коля, я даже не знаю, как бежать правильно Ну, в интернете давай посмотрим Точно, молодец, Коля Ты голова, Коля Так, смотрим в интернете Где, куда смотреть, скажи, Коля Голова, Коля, с этого дня назначаю тебя министром по ноутбукам, давай Все, понял, давай, вводи запрос Так, вводим запрос Как убежать из страны? А ну Советы блогеров Ютуб-канал Ростовский ниндзя А ну, посмотрим Всем привет С вами Федорович Ростовский ниндзя И сегодня я вам расскажу Как правильно сбежать из страны Для этого вам понадобится Страна Две штуки Патриотично настроенные офицеры Личный вертолет И 12, ну, плюс-минус Миллиардов долларов С такими деньгами вам проще будет найти Патриотично настроенных офицеров Хе-хе-хе-хе Что-то Это что-то не то, Коля Что и что? Вот и что есть Вот Что это? Ага Блогер под ником Кокетка2014 А ну, давай посмотрим Всем привет С вами снова я, Федорович Ростовский ниндзя Я забыл пароль от своего того старого канала Поэтому завел себе новый Значит, в своих прошлых видео Я рассказал вам топ-7 лучших вариантов Побега из страны Сегодня рассмотрим восьмой Бюджетный Побег на страусе Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Да ну, это никуда не годится Какие страусы, Коля Ты видишь, интернет никакой пользы твоей не приносит Одну чушь люди несут Папа, да благодаря интернету я много чего нового узнал Чего ты нового узнал? Например, что Беларусь не круглая Что нету одиннадцатой заповеди Голосуй за Лукашенко Что на кресте не наш прадед висит И на секундочку, папа Оказывается, Криштиану Роналду не мой дядя Я согласен, с дядей Кришти я перегнул Ну я же все для тебя делаю Ну чего ты обидел? Ну, Коля, ну Ну хочешь в сорта картошки поиграем? Нет Ну хочешь, я покажу тебе, как трактор работает? Не хочу Я сказал, нет, папа Ну все тихо Ну что ты расстраиваешь? Я сейчас подниму тебе настроение Смотри Что для тебя споет твоя любимая группа? Квин, что ли? Секундочку Алло, надо Квин А, это мы его Он сам Когда? Давно Ага, понял Коля Квин не может Но зато сейчас для всех и для тебя Споет группа, которую нужно слушать на расстоянии На безопасном для нашего с тобой здоровье расстоянии Мы продолжим Владимир Зеленский пообещал пенсионерам достойную жизнь И вот Григорий Чапкис женился на девушке, которая младше его на 52 года С чем, собственно говоря, мы Григория Николаевича от всей души поздравляем АПЛОДИСМЕНТЫ И вы знаете, на моей памяти это была единственная свадьба, когда после фразы А теперь слово предоставляется молодым Слово взяли родители невест Ну, оно и понятно Вообще, все-таки свадьба Самое волнительное мероприятие в жизни Но, но Иногда более волнительным событием является знакомство жениха с родителями невесты Давайте на это и посмотрим Ой, дорогой, я тоже волнуюсь Ну, слушай, такой день, наконец-то Наша Ирочка познакомит нас со своим новым молодым человеком Так, все на месте Хоть бы он не был, как прошлый этот, политолог Слушай, ну она же сказала тебе Ясно, что с таксистами больше не встречается Успокойся, не накручивай Тогда, чтобы не был как дальнобойщик Помнишь, когда после месяца отношений его напарник пришел и говорит Все, теперь моя очередь Ну, отец, ну вот шо ты все время вот это вот начинаешь? Ну она же сказала, в этот раз человек серьезный Все будет хорошо Ой, ну хорошо Ну вот зачем вот это вот, а? Ну зачем ты водку сразу на стол поставил? Еще подумает, что мы какие-то алкаши Давай я пока спрячу Мало ли Наверное, они пришли Мам, папа, вот и мы Ох, ох, балдеть Теперь я понял Почему Ирочка сказала, что приведет жениха Сам-то он вряд ли дойти бы смог Ага Я надеюсь, он хоть богатый Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Те, здравствуйте Здравствуйте Да вы чего так официально? Можно просто привет 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 Те Я папенька А я маменька Иры Ирочки, маменька Это стул Садитесь сюда Садитесь на стул Ты мне не говорила, что у тебя родители такие-то Крыша у них поехала Ты не обращай внимания, Гриш, присаживайся Значит, это Гриша, это мои родители Папа Евгений Викторович, мама Елена Юрьевна, знакомьтесь Ага Вообще-то, Галина, это моя прабабушка Я прошу прощения Мать, накорми гостя Ир, можно тебя на секунду? Да Ир, тебе не кажется, что он тебе в отцы годится А он мне в отцы годится, Ир Ну, да, он чуточку старше, ну и что? Ты прикалываешься чуточку старше Он старше тебя на 52 года Он старше тебя ровно на твою мать Да какая разница, если я его люблю? Ну, ты меня прости, но просто не каждый твой жених Сталина видел Ты знаешь, Ира, я что-то переживаю за его здоровье А ты не переживай, пап, ты за свое здоровье переживай На третий этаж поднимаешься с одышкой А Гриша, между прочим, в твои годы по 10 километров в день пешком проходил Конечно, проходил Ты даже, наверное, еще автомобили не изобрели Папа, ты лучше послушай Когда Гриша учился в школе В девятнадцатом веке А, это не вопрос был, извини Все, пойдем Ребят, ну давайте за стол, у нас же гость все-таки Да-да Гриша, Гриша, а что вы без маски сейчас? Вроде коронавирус Так, какой коронавирус, мать? И оспа, и чума Все биты Гришиным иммунитетом Да-да-да Он, ты знаешь, когда коронавирус появился Он его вот так на руку взял И говорит, ну наконец-то хоть что-то интересное А то после испанки совсем скучно стало Но вы, Гриша, все равно про масочку не забывайте Вы же все-таки в зоне риска У Гриши такой возраст, что он уже за зоной риска О чем ты говоришь Папа Все у Гриши в порядке Со здоровьем Кстати, насчет внуков тоже можете не переживать А я как раз не переживаю, Ира Я уверен, что там и внуков И правнуков Вот так Подождите Ну давайте разберемся Раз уж разговор зашел на эту тему Я, Ирочка, хотела спросить А как у вас с этим проблем нет? Мама Мне кажется, у тебя проблемы Если ты секс этим называешь Ну раз уж ты спросила То с этим у Гриши проблемы нет вообще никакой Честно говоря, мы даже сюда пришли для того, чтобы немножко отдохнуть Дело в том, что рассвет мужских силы 30 лет А во мне три мужика по 30 лет Слыхали? Супер Да Честно говоря, я даже подумала, может, таблетки для памяти ему купить? Зачем? Ну мало ли, может, он забывает, что у нас только что было Знаешь что, Ир? Мне очень что-то мало верится в его подвиги Я возражаю В Советском Союзе Секса не было Вот я и догоняю Учись Между прочим, это у нас тоже скоро, как в Советском Союзе будет чувство Слушай, ну не надо наговаривать Да, кстати, а это вы видели вообще? Что именно? Ну и шо? А то, что он так целые сутки может Так, слушайте, вы меня отвлекли Ира, скажи мне, где вы познакомились? В Тиндере А где это? Я не думал, что они у тебя такие старые Ну, в общем, ладно, родители, спасибо большое за ужин Мы пойдем, потому что у нас еще много планов на сегодня Это куда интересно? Ну, нас в гости пригласили, друзья Потом мы в клуб поедем потанцевать, да? Да-да-да А потом еще в один клуб поедем потанцевать Ну, а потом уже автопати Надо же Ирочка Григорий Да Что? А можно с вами? Друзья, в гостях у вечернего квартала Народный артист Украины Профессор Григорий Николаевич Чапкис И звезда женского квартала Ирина Сапонару Ну, а сейчас на эту сцену я хотел бы пригласить своего друга И прекрасного автора Валерия Житкова Вы знаете, Валерий Житков последнее время стал еще и популярным артистом И поэтому его ждут с удовольствием на всех телевизионных проектах Ну, конечно же, кроме танцев со звездами Потому что, извините, но пока еще не придумали такие танцы, как медленный рок-н-ролл Стоячий джайв и высокоинтеллектуальную румбу Но, тем не менее, тем не менее, в вечернем квартале мы ему рады всегда Встречайте! Тамбовский волк! Добрый вечер! Здрасте, здрасте всем! Хочу поговорить о человечестве Знаете, есть такая статистика 5% населения прогрессивны 90% инертны 5% регрессивны То есть, если предположить, например, что первый ряд – это все человечество То есть, здесь где-то 60 мест То получается, трое с этой стороны тянут цивилизацию вперед Поаплодируйте этим людям Это лучшие умы Лучшие умы планеты Это нобелевские лауреаты, ученые Изобретатели Прогрессивные политики Это те, кто тянут, да? Далее сидят те, кто тянутся, да? Те, кто, в принципе, не против, чтобы человечество развивалось и даже иногда готовы ему в этом помогать Они иногда платят налоги Иногда соблюдают законы Чем дальше я иду, тем реже они это делают Они активны, они следят за новостями Ходят на концерты Иногда с женой Не сегодня, но иногда Это все еще относительно честные граждане И вот я дошел до конца ряда Посмотрите на эти три крайних кресла В этих двух милых людях Сосредоточено все зло Что мешает человечеству двигаться дальше Они практически нивелируют усилия, прилагаемые людьми на первых креслах Это как бы не воспринимать это на свой счет Но здесь сидят отборные негодяи Недоумки, идиоты Это ушлепки Там, на этих трех местах, сидят люди разного пошива На третьем кресле, да? На третьем кресле сидят те, кто Ну, например, посвятил свою жизнь ее величеству удачи Те, кто посвятил ей свою жизнь И благополучие своей семьи Я, наверное, первый, кто так романтично описал Играющих в автоматы Вот эти неутомимые борцы с теорией вероятности Причем на стороне теории Какая от них польза? Зачем их тянут? Зачем их тянуть? На втором кресле сидят те, кто постоянно напрягает всех вокруг По любому поводу Вот те, что в ресторанах Креветка, которую мне принесли, не совсем тигровая Я была на Сейшелах Там подают не так Позовите сюда администратора, губернатора, архиепископа Иначе я вызову участкового Ну, это те клиенты, которым официанты писают в бесплатные коктейли Да, а иногда и не только официанты Вот это вам подарок от шеф-повара Я бы посадил на второе кресло еще, знаете, есть такой тип людей Это вот они в офисе работают, они подходят к машине, чтобы сделать кофе Видят лампочку «Добавьте воды» И такие... Есть же такие люди, да? Мне кажется, что исчезновение таких людей повлияет только на то, что вода в кофемашине будет заканчиваться чуть реже Просто непонятно, что ждет человечество дальше Вдруг мы будем в условиях выживания, жить в каких-то подземных бункерах И наступит какой-то там 2000, не знаю, вполне может быть и 20-й год декабрь Я бы не хотел зависеть от такого человека, да? Аппарат по уничтожению зомби разряжен Поменяйте кассету, поменяйте кассету А на первом кресле сидят не просто ушлепки А ушлепки опасные для окружающих Гопники, наркоторговцы, производители фальшивых лекарств, тестов на коронавирус, да? Разве стало бы хуже, если бы вот те крайние три кресла в один момент демонтировали? Как бы легче стало тем троим, да? Я не призываю никого убивать, это слишком жестоко Вы слышали о программе по колонизации Марса? Она уже много лет вяло топчется на месте На мой взгляд, ей не хватает мотивации Потому что туда готовят космонавтов А космонавты, они физически развитые, они психологически устойчивые Каждый из них специалист в нескольких областях Это лучшие люди Земли, они сидят где-то там Затем инженеры и ученые, которые все это разрабатывают Они тоже сидят там, и они заняты только тем, чтобы отправить других лучших людей на другую планету Земля два раза в минусе То есть ради чего мы тратим время, деньги и лучших людей? Другое дело Если мы будем отправлять на Марс Ушлепков Программа сразу оживится При том, что все будет абсолютно добровольно Мы найдем подход к каждому шлепку У кого-то на экране игрового автомата выпадет супер-мега-экстра джекпот Полет на 50 миллионов совершенно на халяву И ты красава Ну вот Это работает, да? Я знаю, как заманить тех, кто со скандалами-креветками-сейшелами Есть один надежный прием Мы сделаем дорогие билеты Прям очень дорогие, знаете? Это сработает Это всегда работает, потому что среди богатых тоже есть ушлепки Это для них выпускают воду Эвиан И строят пятизвездочные отели в Затоке И не нужно драматизировать Придурки на Марсе будут счастливы среди таких же Потому что для дурака нет большего счастья, чем не значит он дурак А оставшимся двойная выгода Просто если на Марс улетят те лучшие А на Земле останутся остальные То Марс лет через сто колонизирует Землю А если мы отправим туда отборных ушлепков Организуем им там игровые автоматы Гибкий уголовный кодекс И бесперебойное вещание битв экстрасенсов Причин экспансии с той стороны я не вижу Все ушлепки на Марс Вот такую идею рассказал мне один знакомый Я ему говорю, ты конечно да Это смело замахнулся Я говорю, конечно жесткие вещи такие говоришь Сам такой подумал, надо наверное поднапрячься И с 55-го места пересесть хотя бы на 50-е А то так отправят неизвестно куда А я так и не увижу, как все на Земле наладилось Спасибо большое Не будьте ушлепками Продолжим и немножко киевских новостей На многострадальном Подольско-Воскресенском мосту Наконец-то установили фонари И теперь, что он не достроен Видно еще и ночью Как вы наверное уже догадались Это новости нашего квартала Новости, новости на разную тематику Про грязную политику Про секс и акробатику А также про эротику И прочую экзотику Про бизнес и про котику Про сталые наркотики Новости культуры Про больший баскетбол Из прокуратуры И конечно про футбол Про дустро-пассивную Про рогатую скепину Про новейшую машину И про ритму Украину Новости оттуда, новости отсюда Новости от Гучи, от Версачи, от Верблюда О дупости до новости, болезни и здоровости Вы хотели новости Знаете ваши новости Константинович Батя, вы здесь? Затек Ты где? Я здесь, Батя Ох, решусь А что это вчера было? Я не знаю Но мне так плохо было Только когда я первый раз Тик-Ток Верещук увидел Давай вспоминать Что вспоминать? Я ничего не помню У меня такое только тогда Когда я спирт с пивом мешаю Так А спирт с пивом я мешаю Только тогда, когда абсент пью Так А абсент я пью Только в двух случаях Либо на свадьбе Либо на похоронах В конце пьянки У вас вон помада Это точно были линии похороны? Ты еще молодой Вот будешь ходить по похоронам Он поймешь, что там всякое бывает Это интересно Вот вообще ничего не помню А! Не, помню, как меня акушер по заднице шлепает Ничего себе, у тебя память обнулилась Что прям 30 лет вылетело? Не, он меня шлепает по заднице Говорит, мужчина, выйдите Нельзя на чужие роды смотреть Ой, короче Что-то у меня совсем эта картинка пьянки не складывается Включи телек Посмотрим, что там по новостям Что произошло за тобой Ты что, зеркало включил? Какое зеркало, Константинович Это телевизор Так, поклацайся Да я клацаю Да что такое? Нас на всех каналах показывают О, нормальный канал Хоть шут они про нас Хоть тут нас не показывают В эфире «Сніданок» с 1 плюс 1 И с вами Руслан Сенечкин Та Людмила Барбір Доброго ранку А він нарешті дійсно добре Бо закінчилися ці пекельні вихідні Звісно, що в 2020 році щонедень То просто *** Але це вихідні *** Перевершили ці сподівання Что происходит? По-моему, Верховная Рада Розвращила материться Все обговорюють зятя Євгена Та його тестя Юрія Костянтиновича Пьяні дії яких Призвели до перемоги Пальчевського На виборах в США Повстання тіктокерів В Північній Кореї Весілля Дорофеєвої і Чапкіса Та легалізацію лихослів'я Ты что-то понял? Я понял, только что по ходу Возка прям совсем очень паленая была Отже, все почалося у п'ятницю Коли Євген на підпитку Почав дзвонити президенту Та вимагати від нього Зняття заборони на продаж алкоголю Після 23-ї години Ні, Женя, я не згоден Я не згоден Нагадую, зловмисники отримали номер президента Як вимогу за звільнення захопленого ними в зоопарку верблюда Не отримавши бажаного, молодики вирішили особисто показати своє невдоволення пану Зеленському Выйдите Выйдите Господи, какой терпеливый человек І сталося від молодиків і київській владе Яка і ввела заборону на продаж алкоголю Не витрачайте грошей на розпосюження брехні і маніпуляцій Представляйте, будь ласка, свої конкретні здобутки та програми Бо ми в мене вже питали, писька, сенсаційні публікації в ЗМІ Господи, как же стидно, Константинович, какой позор Главное, президенту тебе не стидно показувати, а меру стидно Та ні, я просто вспомнил, що мер в ответ начал то же самое показувати Далі вони вирушили в найближчий магазин без заборони на продаж алкоголю Який виявився в місті Гомель, республіки Білорусь Нафіга ми в Білорусі-то поперлись? Ну там різниця во времені, ми просто, щоб успіти бухло купити Константинович, у нас з Білоруссою і немає різниці во времені Ну хак, а то нема Когда у нас вже 23.00, у них ще 94-й год П'яні чоловіки були затримані і відправлені в Мінськ на виховну бесіду Після бесіди молодики були депортовані під збройним супроводом назад до Києва до проспекту Перемоги Ближе, ближе до проспекту Ось якому таксисту я п'ять звездочек поставив І до новин спорту О, хоч що-то не про нас Тест Юрій Костянтинович зірвав матч Україна-Франція І на сьогодні все, з вами були Людмила Барбір Та Руслан Сенічкін До зустрічі в «Сніданку» з 1-1 Господи, Константин, що тепер з нами буде після всього цього? Ну, судя по тому, що ми з тобою натворили По нам тепер партия «Слуга народа» плачет Или тюрма Господи, хоч би тюрма Итак, продолжаем Недавно Тина Карль получила орден имени княгини Ольги Из рук самого Владимира Зеленского Таким образом, Тина Карль стала самой знаменитой И известной не только по версии Вивы, но и по версии Вовы Встречайте у нас в гостях знаменитая княгиня Тина Карль Добрый вечер Добрый вечер Тина Карль, ваши аплодисменты Спасибо Тиночка, ну, ни для кого не секрет, что ты Помимо того, что записала много альбомов Много песен, клипов и так далее Ты еще и не раз была членом жюри Дети голос Ну, соответственно, ты понимаешь язык детей Пытаемся их понять Да, это непросто, но тем не менее Мы в очередной раз решили проверить, насколько ты понимаешь этот детский язык У нас вот на этом экране Дети будут рассказывать, скажем так, о твоих коллегах по цеху О звездах наших селебрити-исполнителях И ты должна по их подсказкам угадать, кто это Для зрителя вот здесь мы показываем правильный ответ Поэтому прошу не подглядывать Давай попробуем Итак Я не знаю, кто это, но она страшная тетка Ему приносят столько цветов, а он живой Не может быть таких красивых дядь, ну, что-то не то Он у мамы в кошельке рядом с моей фотографией Его любят все тети, бабушки его учиться Все тети, бабушки, ну, кто это может быть? Винник, Олег Конечно, самый винник из всех Олегов нашей эстрады Давайте продолжим У этой тети ноги, как у жирафа Наверное, тетя лысая, потому что всегда ходит в шляпе Ну, я королева ночи сегодня точно Скажите, что я больше не заплачу Так, ну, Верка-сердючко Нет? Ну, она, может быть, тоже королева ночи, конечно, безусловно Ольга Ольга Полякова Ну, естественно, Оля Полякова Совершенно верно Давайте посмотрим следующее видео Он не поет, а говорит Он похож на моего учителя физкультуры, потому что они оба лысые У этого дядя такое умное лицо, как у нашего Рекса Он, наверное, живет в селе, потому что поет плаченочек Я, я теряюсь Подсказала Лысый физдруг Лысый физдруг Лысый физдруг Потап Ну? Естественно Любимая Конечно, Потап Конечно Лысый физдруг, господи, с лицом, как у собаки Хорошо, продолжим Похож на моего дедушку Он похож на персонажа из моей любимой игры Мария Он из Советского Союза Он думает, что усы – это тренд Личный Он думает, да, что усы – это тренд Неужто Павлу Зиброву? Ну, неужто! Продолжим Я ее не знаю, но тиска симфонная У нее вот такая И все девчонки просто смотрят и завидуют Это принцесса, которая влюбилась в чудовище Принцесса, которая влюбилась в чудовище Настя Анастасия Энгей Совершенно верно Давайте посмотрим Моя бабушка говорит, что она дыл да бесстыжие У нее только одна одежда во всех клипах То есть проснулась, оделась в какое-то белье и трусы и все, и так снимается Не, она в попу показывает, это неправильно Конечно Конечно, хотя добрая половина нашей эстрады выступает в трусах Молодец, угадала, это было сложно Домашние трусы от концерта очень отличаются И финальное видео Красивая тетя Папа говорит, что она весь у нас тут алет Она очень красивая и у нее зубки белые Подглядела, конечно же Дамы и господа, у нас в гостях Певица с красивыми зубами Сама красота Тина Каррель в вечернем квартале Когда в детстве Дима Гордон смотрел передачу «В гостях у сказки», на месте сказки он представлял себя Как вы, наверное, догадались, у нас в эфире программа «В гостях у Гордона» Смотрим Добрый вечер, это программа «В гостях у Дмитрия Гордона» И сегодня в этой студии замечательный, потрясающий, непревзойденный Дмитрий Гордон и, собственно, красавец-мужчина, примерный семьянин, блестящий телеведущий, любимец публики. Да что же, собственно, все о себе, да о себе. Итак, у нас в гостях Олег Филимонов. Добрый вечер, Олег Николаевич. Добрый вечер, добрый вечер. Благодарю вас за то, что нашли время для нашей беседы. Кстати, Дмитрий, по этому поводу у меня есть замечательный анекдот. Какой? Встретились как-то два еврея. И шо? И один другому предложил взять у него интервью. Это, кстати, смешно. Это смешно. Скажите, откуда у вас появилась идея идти в мэры Одессы? О, это, я вам сейчас расскажу. Это чистый анекдот. Значит, встретились как-то два еврея. Вы его уже рассказывали. Вы не дослушали. И один другому предложил пойти в мэры Одессы. Я так понимаю, это вы о президенте? Естественно. Кстати, знаете, как президент стал президентом? Нет. Вы шо? Это же старый бородатый анекдот. Значит, встретились как-то два еврея. Один такой бородатый, как этот анекдот. А второй? А второй тот, который первый из того анекдота, где мне предложили стать мэром. Подождите, так а в чем анекдот? Анекдот в том, Дмитрий, шо шо бы ни происходило в украинской политике, для всех всегда будут виноваты два еврея. И радует одно, что пока это не мы с вами. А кто? А кто их знает, этих евреев? Продолжим нашу беседу. Как вы думаете, у вас есть на победу какие-нибудь шансы? Отвечу вам этот вопрос известным анекдотом. Изя, вы гомосексуалист? Нет, но шансы есть. То есть, фактически победить вы можете? Нет, но шансы есть. Понятно. Итак, вас зарегистрировали кандидатом, и теперь у вас есть свой предвыборный штаб. Конечно, да. А сколько у вас в городе Олег Николаевич филиалов? Минуточку. Я Олег Николаевич Филимонов. Я в курсе. Скажите, а кто вам дает деньги на предвыборную кампанию? Отвечу традиционно, а никто не дает денег. Все, как говорится, своими силами. Благо есть друзья, меценаты. То есть, иными словами, ваша предвыборная кампания финансируется за счет близких вам, Олег Николаевич, филантропов. Дима, повторяю, я Олег Филимонов. Филимонов. Я помню. Я помню. По информации моих достоверных источников, вы идете в мэры от партии «Слуга народа». Естественно. Я, слава богу, не пальчевским деланный. Дима, почему вы не смеетесь? Это же смешно. Что? Вы сказали смешко? Не, я сказал смешно, Дима. Я прошу больше уважения. Ну, не Дима все-таки, а Дмитрий. Я же у Дудя был. Да не надо на себя оговаривать. Ну, какой вы у Дудя был? Вы нормальный журналист. Вот Соловьев, а то у Дудя был. Напоминаю, с вами Дмитрий Гордон, и я беру интервью только там, где есть зеркала. Мне тоже хочется смотреть на этого блестящего ведущего. Олег Николаевич, давайте перейдем все-таки к городским проблемам. Как вы думаете бороться с контрабандой? Ведь не секрет, что на Одесской таможне процветает коррупция. Ну, вообще-то я думал, это был секрет. Хорошо, скажите, пожалуйста, а что вы планируете делать с незаконными застройками в прибрежной зоне? О, это вообще отдельная тема. Это как в том анекдоте. Купил как-то Изя квартиру с межкомнатными дверями. Простите, вы снова сказали смешко? Мнатными дверями. А Софочка ему и говорит. Олег Николаевич, простите, что перебиваю. И все-таки, зачем вы идете в политику? Дима, вам не стыдно задавать мне такие вопросы? Или вам после интервью с Лукашенко уже ничего не стыдно? Конечно нет. Я вообще считаю, что белорусы должны меня благодарить, потому что я отвлек Лукашенко от руководства Белоруссию на целых три с половиной часа. О, это чистый анекдот. И все-таки, зачем вы идете в политику? Хороший вопрос, зачем? Это как в том анекдоте. Изя, зачем вы ковыряете палкой какашку? А что мне еще делать? Дождитесь хотя бы, пока она появится. Олег Николаевич, подождите, пожалуйста. У нас мало времени, осталось всего четыре с половиной часа. Да, тогда анекдот. Собрались как-то вместе Чукча, Штирлиц, Поручик Ржевский, Новый Русский, Дистрофик, Колобок, Два наркомана, Василий Иванович, Тетя Соня, Умирающий еврей, Гаишник, Теща и муж из командировки. А Вовочка ими говорит, Почему не вся партия слуга народа в сборе? Где остальные? Олег Николаевич, Предлагаю закончить с анекдотами. Расскажите, пожалуйста, лучше какую-нибудь историю из жизни. Пожалуйста. Значит, купил я как-то на привозе мешок картошки. И вот иду я, значит, такой домой с мешком. Простите, вы сказали смешко? Не, я сказал смешком. Да нет же, я четко слышал, что вы сказали, иду я такой голосовать за смешко. Не, я не иду голосовать за смешко. А, тогда неинтересная история. Я хочу вам задать один неудобный вопрос. В своей электронной декларации, я читаю, вы указали, что у вас есть скромная двухкомнатная квартира в Одессе. Да, Дима, это, конечно, не ваши 16 квартир, которые вы сдаёте в аренду. 17. Как 17? Было же 16. Когда я у кого-то беру интервью, сдаю ещё свою квартиру почасово. Кстати, пользуясь случаем, хочу обратиться к Сергею Карпову. Сергей, у вас уже полтора месяца задолженность по сдаче в аренду моей квартиры. Вы думаете, он смотрит ваши интервью? Конечно, это же одно из условий аренды моих квартир. Ну что ж, вы, Олег Николаевич, филигранно... Я повторяю, я Олег Николаевич Филимонов. Нет, Олег Николаевич, вы филигранно ответили на все мои вопросы. А, это да. Спасибо за это интервью. Да, спасибо вам большое, Дмитрий. Хотел вам ещё рассказать один анекдот, но надо ехать домой. Как говорится, в гостях хорошо. Особенно, если это в гостях у Гордона. Ну пусть будет так. Хотела бы напомнить вам, друзья, что в этом году нашему родному, любимому каналу «Один плюс один» исполняется 25 лет. Подрос канал. Для нас это повод отпраздновать, повод порадоваться. И, конечно же, повод пригласить ваших и наших любимых ведущих канала «Один плюс один». Ребята, welcome, добро пожаловать. Встречайте. Давайте под ваши аплодисменты. Ведущие артисты. Руслан Сенечкин, Юрий Карпуллов, Ирина Сапанару, Марта Адамчук, Вера Кикелия, Влад Яма, Катя Кухар, Людмила Барбир. Все в сборе? Да, почти все, да. Можем начинать? Да. Я не понял, что значит «Главные лица канала»? А самое главное, лицо не позвали, да? Приятно. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. Именно те, из-за кого прерывают рекламу на моем канале. Очень вас люблю, потому что вы все настоящие профессионалы моего дела. Приятно вас здесь всех видеть. Спасибо. У нас праздник на 25 лет. Особая благодарность ведущим программы «Снеданокс 1 плюс 1». Если бы вы знали, как приятно под вас ужинать в Штатах. Юра Горбунова, а что ты и в этом проекте? Слушай, ну красавец. Актер, продюсер, телевизионный ведущий. Юра, ты добился самой высокой вершины. Я сейчас имею в виду Катю Осадчу. Юра, слушай, у меня тут такое дело, понимаешь? При всем моем уважении к тебе, к Катерине. Но надо что-то решать с вашими проектами. Я просто чисто морально не вывожу платить столько денег в одну семью. Ладно. Буду благодарить. Хочу сказать огромное спасибо всем. Сказать огромное спасибо Савику Шустеру. А он у нас не працюет уже. До конца дослушаю. Сказать спасибо Савику Шустеру, что он больше не работает на нашем канале. Вообще, вы знаете, это событие. И я скажу, что многие выпускники канала 1 плюс 1 теперь очень уважаемые и успешные люди. Дубинский депутат, Каченко министр культуры. Зеленский президент. Но самых высоких вершин добился, конечно, Дима Комарова. Он спит с мисс Украины. Кстати, Диме Комарову отдельное спасибо. Вы знаете, благодаря его программе «Свид на выворот» я узнал много стран, в которых я точно не хочу иметь гражданство. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, Екатерина Кухар. Игорь Олигарх. Да шучу, шучу, Катюша, я вас прекрасно знаю. Я смотрю вашу программу, очень люблю. Вы знаете, вы настолько филигранно ставите людей на место. Вы знаете, вот слушаю, как будто себя, только без мата. Что ты смеешься? Владик, иди сюда, у меня к тебе одно дело. Я знаю, что ты судил Лигу Смеха. Судил ты этих самых комиков там. Потом судил что-то еще. Сейчас судишь маскарад, да? То есть ты судья с опытом. Ты не мог бы мне помочь судом с приватбанком, нет? Что ты смеешься? Ты не отказывайся. Кого я вижу? Женский квартал. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте, мои красотки. А где ваша эта самая смешная? Ирка, Ирка, где смешная ваша? Я как, в Сапунару? Да какая в Сапунару? Верощук. Она что, не у вас? Нет. Серьезно? Слушай, такая ржачная, вы подумайте, возьмите. Ладно, перейдем к вечернему кварталу. Где этот недозеленский? Я понял. Лысый, Жек, к тебе походу давай. Женечка, здравствуй, мой дорогой. Как ты хороший? Здравствуйте, Игорь Валерьевич, здравствуйте. Я вас очень люблю. Знаешь, как я называю вечерний квартал? Как? Моя курочка. Почему? Ну, потому что раньше вы мне несли золотые яйца, а теперь вроде башки нет, а вы все равно бегаете. Да? Ну, хорошо, а теперь перейду к поздравлениям. Дорогие мои профессионалы, работники канала 1+,1, не секрет, что на ваших передачах выросло целое состояние, в смысле поколение. А вот, я вчера встречался на совете директоров, сам с собой посоветовался, решил вам выдать премию. Потом немножко подумал, подумал, что вы достойны гораздо у большего, поэтому решил немножко добавить. Потом еще раз подумал, не, ну сильно много, решил вообще ничего не давать. Но все равно вы не переживайте, без подарка вы не останетесь. Официант шампанского на сцене. И счет, девочка. Шучу, шучу. Ну что? Я поднимаю этот бокал за всех вас. Вы настоящие профессионалы, поэтому низкий вам поклон. Поздравляю. Я вас всех очень люблю. Вы действительно настоящие профессионалы. Я скажу, что за эти 25 лет было много. Кто только не хотел отжать наш канал. Вы знаете, глупые люди. Ведь если даже мне его пришлось купить, ну кто его может отжать? В общем, с праздником вас, мои дорогие. Ваше здоровье. С днем наручения, 1 плюс 1. С 20 лет и 7 лет. С днем наручения. 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 Поки голос діти йде, я дитина Поки комик діти йде, я дитина Поки правду вам кажу, я людина Я ище живий, але поки идуть плюсы Ти не один, але поки идуть плюсы Знай, ти не один, але поки идуть плюсы Ти не один, я щоразом із нами ти Значить плюс один Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok